Когда он уже стал единорогом, это уже дорогой бизнес. В основном, большие компании возрастают в существующих рынках. Самых богатых людей этого города, это тот, который трубочку производит. Здравый смысл, это самый, вот если чего-то учить в бизнесе, просто здравый смысл и логику. Вот, или по каким показателям вы их видите? Например, когда он уже стал единорогом, это уже дорогой бизнес, очень. А надо же зайти в той стадии, где уже скоро рост, и вот как это надо узнавать? Ну, есть, мир — это не одно место, это много мест, да? Я родился в Коктерейке, там Роджамбурь родился, да, в Коктерейке вырос, это одно место, да? Есть другие места, очень много мест в мире. Если, например, где-то что-то выросло большое, есть вероятность, что такое же вырастет и в других местах, да? Есть, конечно, вероятность, что ты построишь что-то полностью новое, что нигде не существует, и это тоже возможно. Как голубой океан, да? Да, и тогда тебя тоже начнут копировать по всему миру. Весь мир находится в борьбе за ресурсы, да? Как бы есть огромная конкуренция, огромная игра, и если что-то новое вырастает, начинают повторять за друг другом, да? Как просто кто-то повторяет то, что делает сын лучшей подруги мамы, а кто-то смотрит более широко, да? Кто-то там, иногда едешь в Дагестане, там, шесть заправок подряд, потому что все копируют друг друга, но просто дальше, чем через дорогу, не могут посмотреть, да? А есть мир очень большой, будущее уже здесь, оно неравномерно распределено. Будущее уже здесь, уже есть будущее, мы имеем газету из будущего, имеем. Да, например, в Индии что-то сработало, а потом в Африке это делают другие предприниматели. Поэтому если мы видим, что похожая бизнес-модель где-то уже стала очень крупной, это повышает шанс. Является ли это гарантией? Нет, не является, да? Но это повышает шанс. Второе, если рынок большой, в основном большие компании возрастают в существующих рынках. Новые рынки тоже бывают, но это в основном очень медленно и долго, да? Соответственно, новые рынки тоже. Не существовал рынок, ты построил что-то новое, совсем новое. Очень много времени на маркетинг, на узнаваемость, на того ходит. Это исключение, да? Это в основном исключение. Я говорю, ну, может быть, если ты живешь в Шанхай, или ты живешь там в Сан-Франциско, может быть, тебе нужно в эту сторону думать, да? Но если ты живешь в Джамбуле, или если ты живешь, ну, как бы в Самарканде, да, это уже другой вопрос. Рынок большой, есть большие рынки. Человек, почему вот бизнесу нельзя научить, но можно научить мировоззрению. Мышление, да, мировоззрение. Вообще, как работает мир? Где вообще крупные индустрии? Финансовые, да, услуги? Недвижимость, строительство полностью, да, там, логистика. Как работает вообще фэшн, машины? Как работают большие блоки экономики? Как они устроены? Этому можно научиться. Поэтому, конечно, существующая большая индустрия, да? Соответственно, если ты, например, находишься в Азербайджане и хочешь построить большой бизнес, тебе нужно в такой маленькой стране, нужно быть в очень крупной, например, это может быть современный банк, или это может быть очень современная, мощная строительная компания, да? Или это может быть какой-то бизнес, который глобально продает оттуда. Но ты не можешь делать в Азербайджане, например, шахматные доски. Это не будет крупный бизнес. Или ты делаешь какой-то парфюм для дома. Это слишком маленький рынок. Но если ты, например, находишься в Индии, где полтора миллиарда человек, да, возможно, там какая-то ниша может стать большим бизнесом. Например, какой-нибудь мебель. Да, вот мебель, наверное, в Азербайджане не может стать миллиардным бизнесом. В Индии, возможно, может. Население большое. Рынер большое. Конечно, если у тебя, например, американские рыбы, в Америке каждая ниша, вот у меня в Америке, например, есть бизнес коливинг, да, когда люди вместе в одной квартире живут и делят комнаты. В многих рынках это не будет большим бизнесом, да? Ну, в Америке даже это 1% всего арендного бизнеса это мультимиллиардный бизнес. Потому что приезжих очень много, да? Ну, и как бы люди сейчас живут в одиночку, люди в больших городах хотят жить, да, люди все хотят жить в больших городах, много переезжают, не хотят ремонтировать квартиры, хотят все готовое, как в отеле жить, да? Люди хотят жить, как в отеле. Это ниша. Я говорю про то, что если ты выбираешь в зависимости от места, где ты находишься, да, тебе нужно выбрать нишу, которая вообще такую емкость имеет, да? Ну, при этом, конечно, нужно балансировать с конкуренцией, как, например, в Джамбуле. Я сейчас в Джамбул приезжаю, там очень много ресторанов, потому что все видят рестораны, да, и один ресторан за другим, где свадьбы, там этих, если ты хочешь отметить свадьбу, у тебя выбор из 100 ресторанов. Огромная конкуренция, огромнейшая, да? Потому что все понимают, как это делать, это легко делать, но, естественно, крупной компании такой не будет. Я очень хорошо вас понял. Я недавно был в Китае, город Иу, и я когда узнал, что один из самых богатых людей этого города, это тот, который трубочку производит, который сок пьет же, вот трубочку производит, но по всему Китаю и по всему миру продает. Рынок большой, емкость большой. Ну да, у меня в деревне, в Германии, самый богатый у нас житель нашей деревни, он производит провода для автопромышленности. У него только провода, а проводка для машин. И это очень-очень крупный бизнес. Но, естественно, потому что в Германии есть автопром, потому что это огромная индустрия на весь мир. Но поэтому очень многие люди просто наступают на грабли, что думают, что маленький бизнес построить легче, чем большой. Это ложь. Это не так. Это неверно. То есть получается, что хоть крупный бизнес, хоть маленький бизнес, одинаковая энергия, время, нервы уходят? Да, конечно. У тебя только единственное, когда ты уже идешь в крупный бизнес, тебе легче привлекать сотрудников, потому что сотрудники приходят на какую-то миссию. Ты пытаешься... Насколько легче привлечь сотрудников, если ты делаешь, например, что пытаешься сделать что-то, что значимо для мира. Да. И лучшие люди приходят. Лучшие люди приходят, да. Конечно, самая большая жалоба маленьких компаний, не можем людей найти. Качественно. Никто не хочет работать. Вот это все постоянно. Никто не хочет работать. Раньше было лучше, сейчас никто не... Потому что люди уже не хотят просто работу. Люди хотят какую-то ценность создавать. Они хотят, чтобы их работа имела ценность и смысл. Да, сотрудников нанимать легче, ресурсы легче аккумулировать, привлечь. Конечно, с тобой всем интересно встретиться. Твой проект интересен большим людям, интересным людям. А если ты делаешь, ну, как бы, законченную... Она мало кому интересна. И тебе намного сложнее. А работают... У тебя те же самые, да, вот 12-14 часов в день. Все работают одинаково. Да. Что владелец пиццарии маленькой. Да. Что торг... Там торгаш... Да, неважно. Все работают 12-14 часов. Спасибо. Спасибо за ответ. Это очень хороший ответ. Я думаю, очень многим это поможет. И, ребята, пишите комментарии, пожалуйста, что вы поняли. Я всегда в своих вступлениях многим нашим ученикам говорю об этом. Подарим книгу. Самый лучший комментарий выберем. Вот моя новая книга. Это новая книга? Да, новая вторая книга, да. Пишите комментарии, пожалуйста. Почему я так говорю? Потому что я заметил, что на самом деле маленький бизнес или большой бизнес, это действительно вопрос, уровень мышления человека, что выбирает. На самом деле, действительно, вы правильно сказали, что люди от того, что самооценка низкая, часто выбирают очень маленький бизнес, тоже сами ресурсы, тоже сами энергии, трудно найти сильных кадров, их удержать еще тяжело. Платить не могут же маленький бизнес дорогим кадрам. Очень трудно. Вот скажите, пожалуйста, вот, например, есть очень много малосредних бизнесов, да, но они хотят уже прийти на средний и выше, стать крупным бизнесом, да. Вот на что больше внимания обратить, чтобы прийти на другой уровень? Какие-то, например, 3, 4 или 5 показателей, на которые он должен внимание обратить? Например, одну показатель, вы сейчас говорили, это выбор отрасли, выбор там, где более большой рынок. А еще есть какие-то, например, другие вещи, на что, чтобы он мог прийти на другой уровень? Ну да, нет, смотри, нет одной кнопки, если будешь на эту кнопку нажимать, у тебя, да, продажи, если ты на продажи надавишь, обычно всегда, поэтому очень многие, например, курсы и так далее, все про продажи, продажи, если быстро надавить, можно всегда увеличить, да, но если у тебя продукт не конкурентоспособен, ты можешь, ну, как бы, очень важно, в каждом бизнесе это индивидуально, должна быть какая-то логика, логика, да, здравый смысл, это самый, вот если чего-то учить в бизнесе, просто здравый смысл и логику.